Продолжение следует... 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 Какая уже доля у нас в сегменте американского кино, царствующего на нашем кинорынке. Наш кинопрокат, как вы понимаете, стал отделением американского кинопроката. Выступали очень успешные люди, продюсеры, режиссеры, раскрученные на рынке. И говорят, как все у них хорошо. Чиновники их поддерживают. Я выступил с тем, что я лично констатирую катастрофу российского и кинематографа вообще, и детского, в частности, уничтоженного одним из бывших министров культуры, который просто уничтожил киностудию детских и юношеских фильмов. Ее нет. В святое место пусто не бывает. То вы знаете, кто заместил на наших экранах на студию детских и юношеских фильмов. Катастроф — это очень просто доказывается. Если взять чаши весов, на них положено все, что сделано до перестройки. Именно всех великих режиссеров. Эйзерштейн, Довженко, Ром, Бондарчук, Тарковский, Шутшин, Мяселянин. Вот всех можно брать и есть союз. Эта чаша будет огромна. Кого положим на постперестройщую чашу? Ну, тот же Михалков, который работал в прежние годы. Саша появился после перестройки. Ходиненко. В анимации великий Александр Петров, кто действительно делает искусство. Остальные наши коллеги, они предали кино как вид искусства. Они ударились в то, что называется... Прекрасно охарактеризовал такую культуру, такое кино, которое мы сейчас имеем, Иван Ильин. Доходный промысел. Эффектная чистота. Люди ринулись доходный промысел, чтобы строиться в убегающий от них голливудский локомотив. Когда я задал одному чиновнику ответственному в Минкультуре вопрос по поводу того, что вы делаете, вы оцениваете все успехи в первых уикендах. По телевидению обманываете Россию, иди, гляди, там, ночной позор, иронию 2 и так далее. Иди, гляди, Россия. И Россия верит в телевидение, идет, гляди, платит деньги. И они делают вид, что у них все хорошо. Андрей Рублёв не имел успеха в первых уикендах. Он был положен просто на полку на земле, но потом он вышел, прорвался. И сейчас, за 50 лет, в этом году мы отвечаем в 50-летие, Андрей Рублёва, он покрыл всех асовый рекорд, абсолютно покрыл. Я вижу очереди в Париже, в Лос-Анджелесе и других странах на фильмы Тарковского. Но только на этом фильме, не имевшем успех в первых уикендах, воспитывались поколения. Поцерковлялись люди, приближались к Господу Богу, понимали, что Он есть. Открывали древнерусскую живопись. Становилась нация, как нация на этом фильме отчасти. Вот какое кино надо делать. И такие детские фильмы надо делать. Такие детские фильмы. И не ждать успехов в первых уикендах. Разрушили всю систему кинопроката. Отдали в частные руки. Уже не вернем. Значит, надо делать революцию. Значит, что? Надо строить кинотеатры государственные и наполнять их тем, как говорят нынче, контентом. Я люблю иностранные слова. Которые вступят в конкуренцию с так называемой эффектной пустотой. Делать наши кино, глубочайшие. Минкультуры подается и фонд кино до 600 заявок. Режиссер, талантливый, окончил вузы. Понимается 40 всего. И делается, что все хорошо. И 560 человек профессионалов остаются без дела. Можно ли исправить что-то? Конечно, можно. Президент сделал первый очень важный шаг. Указ о новой государственной культурной политике. Выработана стратегия государственной культурной политики. А теперь Минкультуры не сможет давать государственные премии тем, кому не давали еще 3 года назад. Допустим, Фауссу на Санкт-Петербургском мосту. Оперед там гейзер провокации перед православным миром. Это время оканчивается. Поэтому они немножко занервничают. И один из лидеров... Вы уже мне хотите сказать, что я уже долго говорю. Но вы мне еще его позволите? Да. Один из лидеров либеральной мысли заметил, что наше время оканчивается, пора сваливать. Это прямая цитата. Люди понимают, что Россия вступила в другую реальность. Бессмертные полки и так далее. Что делать? Я лично вижу, и я подхожу к итогу. Второй шаг президента может быть таким. Вывод государственной культуры, та, что поддерживается государством, из рынка. Должен быть такой указ, закон. Я не знаю, это надо думать политикам, депутатам. Что это должно быть? Я не профессионал. Нужно дать задание экономистам подсчитать, какой экономический эффект будет от того, который мы сделаем. Будет падать преступность, наркомания, самоубийство, все социальные пороки. Это гарантированно. Я вам это говорю на опыте. Когда кинофорум «Золотой видеть» приходит на 10 дней в какой-то регион, все УВД местные фиксируют резкое понижение преступности, наркомании, самоубийство, все пороки. На 25-30% это падает. В казну потечет гораздо больше денег, если сейчас сделают правильные шаги. Ну, собственно, уже торопят. И у нас вот так все всегда торопливо, все время надо комкать и так далее. Ну, вот, собственно, это все. Теперь я читал в этой книге очень интересные мысли Юрия Викторовича о минно-культуре и о роли минно-культуры. Вот я сейчас стал заместителем председателя общественного совета минно-культуры. Прошлый общественный совет и был инициатором новой государственной культурной политики. И мы этого добились. Хотя это многим казалось культурной. Сейчас все вместе, если мы будем озвучивать перед властью вот эту мысль о том, что культуру нужно выводить из рынка. Это может сделать только Россия. Нам удастся многое. Не буду расшифровывать, какие я вижу рычаги экономические, как это можно решить, не напрягая, так сказать, государство. Не буду открывать правила, иначе воспользуются. Я буду делать 15-го числа доклад в минуту. Культуры там я это обнаружил. Как без особого насилия над государственным и учебным, мы можем сделать этот рывок и поддержать культуру. Спасибо большое за Россию. По статусу дать слово из присутствующих здесь депутатов. Если готов, Николай Васильевич поломейцев ответить на такой вопрос. Вообще, нужна ли нам киноиндустрия, которая бы продвигала нормальные расственные ценности, это семейные ценности, патриотизм, героизм, возбивание человека труда, или все нормально. Сегодня у нас киноиндустрия, это индустрия аппаратационная. И ешь, веселись, все здорово, дорабатывай деньги. Ваше мнение, как депутат. Спасибо. Сейчас я хотел бы послушать те, кто создает. Ну, раз вы дали слово, и я в продолжении Николая Петровича речи, с которой мне достаточно давно знаком, тут еще кучу региона его не назвали. Но если у нас сегодня есть три шестерки, шесть миллионов наркоманов, официально признанная цифра, более шести миллионов алкоголиков хронических, двадцать девять сильно зависимых. Ну, я преступность вообще говорить не хочу. Ну, вот, я согласен с остальненькой, как я. Вот, давайте подумаем, Галюль для чего создавался, и почему он сегодня доминирует, и сказки о том, что он работает в рынке, это сильно преувеличенные вещи, потому что, если вы посмотрите вопросы субсидирования скрытого, то это вообще-то, он работает на госзаказе, проводя определенную линию американской мечты, которые, в принципе, доминируют в мире. Ну, как делают вполне рыночные страны, скажем, Франция? У них есть общественный совет, который вполне официально работает, я бы назвал его в форме цензора, и добивается того, что на рынке Франции не более 20% всех иностранных фильмов может крутиться, не более почетно. Если более, то все СМИ Франции будут обвинять кого-то в коррупционной зависимости, а тех или иных стран и киностудий. Давайте посмотрим, что было у нас. У нас были, уже сказал Николай Петрович, закрытых киностудиях, детских и юношеских, Но они ведь функционировали разве для себя и для пополнения личного кармана, они выполняли государственные заказы. Давайте мы просто сегодня посмотрим в сетку кино. Все 99 каналов кабельного телевидения и что там доминирует? Там вам покажут в полном объеме как организовать сеть по распространению наркотиков, как организовать сеть по распространению и крышеванию алкоголя. Там вам покажут как стрелять людей, как цыплят. И вполне это очень даже детское время. Если вы посмотрите на этот фильм, на что направлены мультфильмы, которые сегодня заполонили все наши в том числе детские каналы? Ну, с моей точки зрения, вот я так иногда выбираю день и просматриваю, ну, пытаюсь просмотреть как бы максимум канала для того, чтобы сложить для себя впечатление. Я вам скажу, что с моей точки зрения вот детская преступность и подростков она ведь навязана в первую очередь кинематографом и даже теми же мультфильмами. Посмотрите, там в принципе культивируется жестокость, преобладание силы, и мне кажется, что здесь Николай Петрович рынок ни при чем. Вот та же киносеть, ее специально, потому что ничего случайно не проходит, ее специально сделали все в горыно, причем на неадекватном курсе рубля и доллара, потому что, ну, я вообще не понимаю наш Центробанк и государственный, который хочет быть независимым, привязавшись с двум валютам, одна валюта доллар, стоимость которой три цента на печати 20 триллионов внешних долгов, ну, ее запросто могут завтра свернуть, объявить дыков, и оставят всем бумажные бантики, другая валюта евро, которая тоже нестабильна, и вы видите, что происходит. Да, сегодня появляется третья валюта юаня, но юаня тоже по отношению к доллару, как выгодно китайцам они делают. Я завершаю, завершаю, ну, она как раз близких кем, то платит, тот и музыку заказывает, и это к тому, понимаете? Поэтому, с моей точки зрения, сегодня, если мы не сделаем то, что делается во всех странах, 5-7 процентов расходной части бюджета должно тратиться на культуру, и с моей точки зрения, кинемат, кинематограф должен иметь государственный заказ от Минкульта, от Минобра. Почему? Потому что это же образование, воспитание людей, и в бюджете, кстати, и Министерство образования, и те же госкорпорации, вполне можно предусматривать средства на то, чтобы привлекать. Я просто сравниваю советскую эпоху и нынешнюю. Кто был главный герой? Космонавт, летчик, директор, свинарка, пастух. Ну, то есть, у нас сегодня хотят модернизировать страну, 15 лет, но инженеры стали, которые значительно меньше. Поэтому завершая свое выступление, я призываю к чему? Мне кажется, что многие наши беды от нашей неорганизованности. И я вас уверяю, что и сегодня гранты получают те, кто знает, как оформить правила бумаги, и кто ближе к тому, кто их распределяет. это значит, что нет гласности. Второе, нет организованности, потому что, скажем, той же Западной Германии, ну, Германии сегодня и во Франции, у них многие законы, не только по культуре, но и по налогам, и по остальным вопросам, проходят через профессиональные ассоциации. И, с моей точки зрения, вот это путь, который бы мог позволить общественным организациям, ну, в общем-то и контролировать и влиять на распределение вот этих денег, которые выделяются в том числе и для постановки новых, скажем, детских фильмов и для взрослых фильмов. Мне кажется, что здесь взрослых и детских разделять нельзя, потому что все они одинаково воспитательными или разрушительными родами. Поэтому я вам желаю больше организованности, организованный человеком более требовательный диск и треск. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Владимир Васильевич. Мы сказали очень правильно, что и детские, и семейные, и взрослые фильмы должны быть социально ориентированы. Я бы сейчас отдал слово человеку из киноиндустрии, может, минутки на 3-4, чтобы люди вошли в проблему. Это переход к Александру Калинска. Последний проект вместе с Иваном Ахлобыстином был очень красивый фильм с названием «Иерей сам», который поддержал и патриархия, поддержал, и все-все-все, которые есть, вот в 90-е, они все поддержали. Потом, ну, лучше сами раскрыться, это уже все наше, чтобы я. И мы все наше. «Иерей сам» «Иерей сам» «Иерей сам» «Исповедь Самурая», то мне казалось, что на самом деле хотелось бы делать кино, которое, ну, оставляет, действительно, оставляет в сердцах людей и наш мир делает чуть больше. Фильм «Иерей сам» «Исповедь Самурая» на самом деле как продюсер прошла «Иерей самурая». В главной роли сыграл Керихер Аюхо Таган, актер, извините все, Шамсунг из «Мортлокомбата», который на пресс-конференции, у нас было три пресс-конференции здесь, в «Иерей новостях» в «Иерей саму» «Иван Аклопыстин» это его сценарий вместе с Романом Владыкиным, Петр Николаевич Мамонов, Людмила Чурсина, Елена Маркина, Елена, Надежда Маркова, Любовь Толкавина, Петр Федоров, который сейчас в «Мортлокомбате» прошла. Вот. Я успею. И казалось вот такой блестящий совсем фильм с актером, который настолько Керри Херрео-Катагава настолько проникся ролью священника, что в прошлом году, в марте, в ноябре месяце, он принял православие и крестил Владыку Лурион. Патриарх был очень приятным, патриарх высказал свою поддержку и сообщил тоже в «Таврии» новостях и в «Итертасе», что фильмы сделали очень правильные, которые только как принятие Христа голливудского американского актера в наше непростое время говорят о многом. Фильм мы выбрали уже на фестивалях, но возвращаясь к проблеме, когда мы сделали кино с блестящим составом, блестящей идеей о том, что люди должны любить свою родину, как хранить ее, и просто здесь не говорится о том, что только нужно принимать то, что с Богом ты будешь сильнее и... И... Что? Ну, что вы сделали кино, но какое-то препятствие. Да, ну, я могу сказать, препятствие было следующее, где-то 8 месяцев мы искали прокатчика, потому что это кино не было, не были заинтересованы в прокате. И огромное спасибо своему сопродюсеру Юрию Ликторовичу. В конце концов проката оно вышло достаточно ограниченной. Мы собрали где-то 128 тысяч долларов, вы понимаете, да? не с чем поделиться. И уже в течение 9 месяцев я пытаюсь с различными путями, различными письмами заинтересовать телевидение. Пока оно так и не заинтересовалось показать фильм, при том, что тот наш Владыковский, патриарх, на телезанимстве сказал, почему этот фильм не был покажен на Пасху. Вот, поэтому делать такое кино иногда, вот сейчас у меня, честно говоря, опускаются руки, ты понимаешь о том, что ты сделал кино, кто живет своей жизнью, который показывает выпарки, который на фестивале Радонеж 15 минут были овации, и после каждого просмотра, куда бы я ни приезжала, после показа фильма, люди подходят, благодарят, и у меня есть несколько примеров, когда эти люди просто спасло от очень тяжелой жизни ситуации после просмотра фильма. И поэтому хочу спросить, нужно делать кино-комедии, которые нужны, и это такой блестящий состав, 700 СМИ, которые живет до сих пор своей жизнью, не заинтересованы в свое время 8 тысяч прокатчики, а сейчас не заинтересованы телевидимым. Я все. А сфорский канал никогда не, я могу это бесплатно отдать, это никогда не верно в финансирование. У меня есть обязательства и перед фондом кино, и перед инвесторами. Сминута, какие-то образы... Вы писали ответы, вы знаете, что делать, чтобы это кино на что-то реализация нашего свойства. Вы знаете, я могу сказать, что, наверное, я согласна. Да, это да. Вы вообще согласны. Потому что на самом деле... Ситуация, это... Это я во многих у нас фильмах, это не... Дать слово Ане Алексеевне, публичка, потому что вы тоже, знаете, прежде всего, что может какой-то закон нужен, и может быть представительная в субстанской субстанской Думы, РФ, где-то вы сказали вопросы с семьей женщины, детей, а подскажет, что можно сделать для развития... Спасибо большое. Я бы как раз не могла поделиться до последнего с каком статусе мне сегодня выступать, потому что, кроме как депутат Государственной Думы, я еще юрист профессии, долгое время была практикующим адвокатом, считаю себя, кстати, православным человеком, и... Что бы хотела еще сказать, что здесь я еще выступаю как практика, у меня трое детей разных возрастов, трех, одиннадцати, четырнадцати лет, поэтому, конечно, эта тема для нас интересна, даже вне рамок сегодняшнего круглого стола. С точки зрения законодательства, безусловно, я думаю, что изменения должны последовать в ближайшее время, и Николай Петрович абсолютно правильно обозначает ту стратегию президента, которая была обозначена не так давно, но стратегия может остаться стратегией, если мы не будем продумывать конкретных шагов и не будем говорить о конкретных действиях. Понятно, я даже сегодня не буду останавливаться на том, насколько Голливуд нам сегодня вреден и опасен, но в то же время если мы будем постоянно упоминать в суре и говорить о том, что Голливуд может изменить наше мышление, нужно понимать, с чего начинается наш урок. Вот сегодняшнее мое утро началось с того, что вот такая погодочная программа у нас есть на одном из центральных телеканалов, ведущая обратилась к жителям нашей страны вот такими словами, что начинается новогодний марафон с фильмов, всех пригласили в кинотеатры и цитирую, где будут раздаваться рецепты счастья и будут учить видеть призрачную красоту. Ну это вот так, чтобы было понятно. Да, вот такой посыл, вот такая реклама, то, что последовало сегодня в преддверии такого любимого нам всем праздника. Я уже там не говорю про тожество, которое мы также с нетерпением ждем. А вот теперь что происходит в наших регионах с точки зрения популяризации. Если мы возьмем аналитику, я представляю в Волгоградской области и не буду, наверное, говорить много о нас, но так или иначе ситуация подобная в регионах. Вот смотрите акции, абсолютно типовые, которые свойственны, наверное, любой аудитории, та, которая представлена в той или иной области. Кинофестиваль сказки народов мира, киноакция открытая премьера, киноакция чудеса на экране, киноакция ретро-фильмов и так далее, и так далее. Всевозможные киноакции и нет никакой стратегии, та, которая концептуально поддерживала положение, вот те, о которых сегодня нам говорил Николай Петрович, напоминаю, нашего президента. Ну, теперь к практике. Конечно, не могу не сказать, что в рамках и компании, и до проведения компании избирательной мы общаемся с жителями Волгоградской области. Есть замечательный город Камышин, есть замечательный центр дружбы, центр досуга, и вот сегодня, в этом году, в 2016 году, этот центр стал цифровым, впервые. Есть удивительный руководитель этого центра, та, которая, вот, из диалога с ней буквально рассказала о том, что происходит на местах. И вот смотрите, вот буквально цитирую яркие такие вот ее высказывания. Некоммерческое детское кино частному сетевому кинотеатру неинтересно. По понятным причинам. Эти фильмы не имеют никакой коммерческой привлекательности, на них нет рекламы, спецпоказами для школьников за небольшую цену на билет эти кинотеатры не занимаются. Ну и ладно. В таких кинотеатрах все живут неплохие отечественные фильмы, патриотическое, историческое, отечественное кино. Но мы говорим о духовном детском кино, которое не доходит до массового зрителя. Как же до зрителей его донести? Вот теперь уже те вопросы, которые звучат и в этой аудитории. А вот здесь уже необходима государственная поддержка. Именно государство в первую очередь, а уже бизнесу, тому принадлежит воспитательная функция. Необходимо срочно восстановить систему государственного проката именно для детского и некоммерческого кино, так как коммерческое кино в системе госпроката не нуждается. Но абсолютно казалось бы очевидной истиной, если бы не одну но. Вот на сегодняшний момент с разных, наверное, уже позиций звучит в красной нити буквально вот такой тезис о том, что все-таки безусловно вот миссия, та, которая сопровождается и, в общем-то, несет семейное детское кино, должна стать государственной. Пока этого не произойдет, безусловно, мы можем многое говорить, но вряд ли без конкретных дорожных карт в рамках концепции, в рамках стратегии мы увидим достойный результат. Конечно, вы сегодня говорили и о наградах, но это скорее уже системные выкладки после принятия каких-то побуждающих законопроектов. Комитет по делам семьи, женщин и детей готов работать в рабочей группе, в составе рабочей группы, готов вносить предложения. Я не буду сейчас останавливаться на том, что, безусловно, уходить, скажем так, в ту терминологию, которая не свойственна мне пока еще, да, в том числе и погруженности моей, но вот высказываю такое свое предложение стать участником активного в той рабочей группе, о которой вы говорите, и принимать активное участие в формировании уже пустотейной стратегии развития той концепции, о которой говорит Николай Петрович. Спасибо. Снова я дал слово книгу из киноиндустрии, наверное, не по-настоящему вы знаете фамилию Бондарчук, в разных ипостасиях, это, наверное, в разных ипостасиях у нас сегодня присутствует Наталья Сергеевна Бондарчук, актриса, вы помните ее по фильму «Звезда принятого счастья» «Солярец», поэтому сегодня я знаю, как Наталья Сергеевна сколько сил вложила фильм «Таня снежной королевы», ее мыторство, и я понял, что сейчас этот фильм пытается выйти в прокат. Наталья Сергеевна. Спасибо большое за представление слову в каком-нибудь замечательном в русском коллективе. Я хочу сказать, что заниматься детским кинематографом сегодня опасно для жизни. Опасно для семьи. Это второе. Опасно по всем пунктам. По здоровью я уже не говорю. Почему опасно? Потому что детский, что такое детский кинематограф, детская сказка? Сегодня это обязательно сказка, повенченная с современными технологиями. Обязательно компьютерный аграрх, обязательно хороший звук, саундизайн и так далее. Обязательно хорошие артисты. А все это стоит. Так вот приблизительная стоимость сказки сегодня в Европе, я не говорю об Америке, где там запредельная сумма на сказку выделяется от 7 до 9 миллионов рублей. И тогда кстати половина еще выделяется на прокат, обязательно рекламы и так далее. И вот он выход. Мне поверили инвесторы, выделив определенную сумму, я даже не озвучу, это 90 миллионов рублей 4 года назад. очень надеялась, что меня поддержит государство. Когда эти деньги стали заканчиваться, снимали на Блокландии, мы снимали за Северным полюсом и так далее, с прекрасными актерами, международной группой 3D и так далее. Я подумала, вот сейчас мне государство поможет, потому что мы уже начали, мы уже снимаем большое взрослое кино с хасками, так сказать, с чудесным актером, австрийским, который сыграл, Оскар получил, то есть все хорошо. Я попросила еще 50 миллионов рублей. Мне дали спустя год, когда я уже была во всех долгах, 5 миллионов 630 тысяч. Разбежись. Это я уже была вся в долгах. Потом мне христоратец спустя год дали 20 миллионов из фонда. Но возвратно следует. Я должна возвратиться. Значит, еще мне помогла сейчас еще стрела. Короче говоря, я вынуждена была в этом году в кино выпустить картину не в 3D с тремя отсутствующими тремя важными очень для меня сцены. Я не буду говорить какие и так далее. Выпустить. Значит, меня поддержала очень Наталья Комарова, это губернатор Ханты-Мансийского. Вообще замечательная женщина, замечательный совершенно руководитель. Что она сделала? Она купила фильм и она бесплатно показала в двух сад. 200 кинотеатров бесплатно идите посмотреть. А потом начался мой марафон. Значит, я вам прямо конкретные цифры сейчас буду приводить. Я обращалась во все регионы письмо к губернаторам со своей фамилией, с фамилией моей мамы Инны Владимировны Макаровой, которая в этом году исполнила несколько лет и которая занималась в этом письме. Народный артистский соц. Отлично у нас пока 28 регионов. Премьеры состоялись в 14 я лично была в 14 регионах от Магадана до Мансийска. Кинотеатры это 180 кинотеатров. Фестивали 8. На всех фестивалях были премии. Все фестивали детские, которые мы прошли. И не только детские. доход после возврата кинотеатрам, дистрибьюторам и так далее 400 тысяч рублей на сегодняшний момент. Теперь отношения регионов. Уважаемая Наталья Сергеевна, это мне значит Белгородская область прокатом фильма заинтересовались следующий кинотеатр, перечисление кинотеатров. После выхода фильма прокат в целях максимального охвата детской аудитории достигнута предварительная договоренность с департаментом образования, управления социальной защитой области об оказании содействия и так далее. Кстати, мне соцзащита Московская очень помогла при выходе картины. Очень помогла. И здесь есть наверняка люди, которые могут это подтвердить. Это руководители наших муниципальных кинотеатров. Значит, соцзащита. Воспитание в учреждении для детей сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей. Социальный революционный центр для несовершеннолетних, хотящих трудной жизненной ситуации и занимает... И все это было выполнено. А теперь слушайте другое письмо. Министерство культуры и архивов Иркутской области рассмотрело ваши предложения. Оно вызывает, я бы немножко сокращаю, вызывает несомненный интерес, так как способствует развитию кинематографа. Представить возможность маленьким жителям Приангария ознакомиться с блестящими представителями российской и зарубежной культуры или чуть-чуть опускаю, к сожалению, принять ваше предложение не представляется возможным. Дорогие мои, я прошу этот документ как-то озвучить и даю всем перекопировать этот документ. Понимаете, они называются Министр культуры и архив Иркутской области Стасулевич одни себя министрами называют культурой. И вот такое письмо соорудите, вот такое издевательское письмо, это Иркутская область, гигантская, у них не нашлось 30 тысяч рублей купить Джи-Ди права на Афере в Снежной Акре. Это же безобразие, это же издевательство. И вот так как я прошла очень много за это время, а я занимаюсь детским кино знаете, с 82-го года, вот я написала такой пост, я ищила этот блогер в фейсбуке, значит, друзья мои, теперь я знаю, где родину не продали. Я такой довольно крепкий человек. Родину не продали в Уфе. Отстояли государственный кинотеатр в самом центре города. Там сегодня состоялся показ нашего фильма «Тайно-Снежная Каролина». Помню, лет 10 назад меня попросили выступить в Совете Федерации по вопросу проката отечественных фильмодографов. А точно такой же вопрос. И я тогда только вернулась из Волгограда, ну и выступила. Я сказала так, победу продали. На входе огромный замок висит, с родиной еще хуже. Родину продали, а так бесхозно не стоит. Я намеренно, как вы понимаете, не добавляла слова кинотеатр. Потому что уничтожение муниципальных кинотеатров можно сравнить с предательством Родины. Где нам показывать наше кино? В советское время наш фильм «Детство Дэмби» в первую неделю проката посмотрело 7 миллионов детей. В каждом дворе были детские кинотеатры, а сейчас отсутствие наших фильмов для детей меняет сознание последующих поколений. Заканчивается год кино. Спасибо тем регионам, кто, несмотря ни на что, показывал детям наш фильм. Дети сегодня кричали от радости. Очень понравилось наше кино. Дорогие мои, нужно немедленно создавать государственный фонд помощи детскому кинематографу, отдельный от министерства культуры. Это мое портретное предложение. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие дараки, да, как его прокатать, как его донести до зрителей. Хотелось бы дать слово в эсси Олистовой, которая занимается московским прокатом и будет говорить о проблемах проката детского кино. Генеральный директор государственного бюджета учреждения города Москвы Московское кино. Дорогие с логических наук. Добрый день. Здесь многие, кто делает кино, меня знают. Я принадлежу к тому нелюбимому классу прокатчиков. Но мы не самые плохие. Мы как раз стараемся изо всех поддерживать российское детское кино. Я посмотрела все, кто кино создают. Они представляют свое кино на наших площадках, на премьерах, на фестивалях, в прокате. Я очень рада, что тема про государственные кинотеатры поднимается вновь и вновь, потому что действительно в Москве сохранилась сеть государственных кинотеатров, хотя она стала намного меньше. У нас сейчас всего 14, и еще теперь называется Крупный музей, и даже скоро он станет окончательно музеем, в том числе как я подозреваю для того, чтобы выйти из кинотеатров, чтобы не подвергнуться уничтожению, потому что сколько я работаю в системе московского кино, а до этого моя мама все время пытаемся рассказать, для чего кинотеатры нужны государственные. А наше правительство не понимает, для чего нужны государственные кинотеатры. И за дня в день я пытаюсь доказывать, что это нужно, и за дня в день мне не верят. Потому что на самом деле про коммерческий прокат я говорить не буду, здесь все все понимают, потому что деньги определяют все, цифры проката можно посмотреть, они даже есть с собой и сейчас не будут тратить на это время. Безусловно, голубокские фильмы, вообще иностранная продукция пользуются гораздо больше, и тут во сколько раз даже страшно говорить успехом. Поэтому никогда коммерческий кинотеатр не будет брать российское детское кино, пока оно не будет приносить прибыль. Оно на ближайшее время приносить прибыль не будет, безусловно. Но ведь и государственные кинотеатры тоже сталкиваются с этой проблемой, потому что я лично считаю, что государственные кинотеатры должны работать именно на поддержку российского хорошего детского в том числе кино, на все то, о чем мы сейчас говорим. Но у нас есть госзадание, нас финансируют по выполнению госзадания. Госзадание измеряется в зрителях. Если я беру российское кино, детское, на которое не приходят люди, я тем самым не выполняю госзадание, и я тем самым ставлю себя под угрозу не просто лишения финансирования, а закрытия, потому что мне тут же говорят это кому вы нужны, если люди не ходят. И для нашего правительства исчисляется все в улице в миллионах людей, а не в десятках, о которых мы сейчас говорим, и не в сотнях. И, соответственно, если я покажу дефектацию, что я поставила в прокат все наше детское кино, но там никого нет, но сказать, все, вы не нужны как государственные кинотеатры, потому что это не надо. поэтому, когда мы говорим о государственной сети, во-первых, необходима поддержка государственной сети. Давайте сохраним хотя бы то, что есть. Я уж не говорю про строительство нового, но закрывается во всех регионах кинотеатра. И Москва, хотя мы есть, но мы постоянно под угрозой закрытия, каждый день. Поэтому надо бороться за то, что есть. Простите, вы еще скажите о том, что кинотеатры не просто закрываются, их продают. Да, конечно. Их продают и в этих кинотеатрах появляются что? Магазины, и так далее, и так далее. Да, есть история про продаж 39 кинотеатров, мы пока не знаем, что там будет, хотя я сильно подозреваю. Хотя мне все время их ставят в примеры, говорят, как вы будете с ними бороться, как вы будете с ними конкурировать, а это, конечно, действительно не с кем будет конкурировать особо. Но здесь задача, понимаете, для того, чтобы сохранить искусственные кинотеатры надо изменить вообще этнокускатный уровень. Это не снису сама должна доказывать своему руководителю. Это должно идти сверху. Нам надо менять принцип финансирования, потому что нас надо финансировать лучше. А нас надо финансировать не по принципу может быть какое-то время зрителей, а может быть по принципу того, сколько фильмов российских мы покажем. Я сейчас не готова точно говорить, хотя я готова в эту сторону думать. А в принципе это действительно очень важная тема. Кроме того, вот я хочу очень хорошо, что я выступаю после Натальи Сергеевны, потому что это тоже пример того, как государство может, например, поддержать детское кино. Когда мы ставим фильмы в прокат, российские, к сожалению, мы действительно детские. Мы сталкиваем систему, что у нас приходит один, два, три зрителя, ноль бывает иногда. Нет поддержки рекламы никакой. Привозят только плакаты, они не работают, люди не знают. Те, кого приводят, например, в замки, все восторгены. Какое хорошее кино, где его посмотреть? Мы ставим прокат, ноль. Что может сделать государство? То, что сделала Наталья Сергеевна. Выкупать сеансы для школьников, для детей, детских домов. Но это должна быть система. Система, потому что что получилось у нас? Мы пишем письмо, нам примерно такие же ответы, очень интересно, мы разместим информацию на стендах. Наталья Сергеевна лично пошла к Петросяну, к главе соцзащиты государства Москвы. И лично своим авторитетам, энергиям, обаяниям, своей фамилией, да, длиность того, что мне позвонили и мы все решили. Миллион тысяча с чем-то общий во стране, 600 с лишним Москва. И это только Москва в Светину. Из них больше половины это соцзащита. То есть в принципе четвертых денег, которые заработала Смертная королева, это деньги, которые выкупили гипертонисты соцзащиты, привезли детей из детских домов, дети счастливы, дети получили удовольствие, в том числе фильм был показан большому количеству зрителей. У нас это самый успешный прокат детского фильма, я сейчас собираю мой фильм, который гораздо лучше, чем фильм. Поэтому на законодательном уровне, на государственном уровне почему школьники не могут, школы не могут выкупать? Они же ходят в кино. Я часто вижу, как к нам идут школьники, но они идут на фильм американский целым классом, потому что родители просят выпить именно на этот сеанс. При этом они часто не идут на российское кино. Вот сейчас на 28 панфиловцев были выкупаны с самыми школами. Я не знаю, почему. То есть сами мне эта школа захотели. Реклама, ликариста, какая-то указиловка сверху, что тоже я отпускаю. Скорее всего это реклама. Вот тоже на самом деле у нас неплохо прошел этот фильм, потому что купали школы. Поэтому мы сами это не сможем сделать. И здесь очень важно, чтобы все-таки вот у нас есть представители государственной думы, что мы все-таки этот вопрос решался. Реально, саша, очень сложно работать. Можно я одну буквально фразочку скажу, что мне бы хотелось, чтобы детские фильмы по региону.